Российскому движению школьников более шести лет. За это время удалось реализовать многое и выполнить первоначальную задачу – привлечь молодежь к участию в общественной жизни. Российское движение школьников за шесть лет его существования развивается. Оно вообще не стоит на месте, потому что когда шесть лет назад организация появилась, это была история про одно. Это была история про то, как соединить и объединить детей в разные проекты. Потом эти проекты стали укрепляться, они стали традиционными, появились те, кто уже понимает, как и каким образом эти проекты реализуются и строятся. Ежегодный городской слет – это время подведения итогов. Каждая команда представляет на суд жюри полный отчет о своих делах. Визитка, проекты, акции и конкурсы – все, что ученики каждого образовательного учреждения успели воплотить и провести. Традиционно выбирается пять лучших школ. В этом году в список вошли вторая, восьмая, десятая, тринадцатая и школа развития 24. Ребята должны были представить визитную карточку своей команды, обязательно информацию о реализации мероприятий, акции и проектов российского движения школьников, как на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. Также они должны были организовать в соцсетях активность, посвященную этой исторической дате столетию пионерской организации. В конце 20 века пионерская организация перестала существовать, но энергия детства не остыла, и на смену пионерам пришли другие ребята. Неважно, в какое время вы родились – во время красных галстуков или гаджетов и новых технологий. Были вы пионером или волонтером, собирали макулатуру или проводили акции. Важно, какой след мы оставляем после себя и своих дел. Наши следы – это память о нас для будущих поколений. С каждым годом к движению подключается все больше школьников, и каждый находит себе место. Одни придумывают и воплощают проекты, другие пробуют себя в роли волонтеров. Камиле больше всего нравится участвовать в классных встречах. Мы весь год везде, где только можно, участвовали, причем активно очень хорошо участвовали, и занимали места, и хорошо себя проявляли. Мне очень нравятся встречи с РДШ. Я встречаю много новых знакомых, плюс это новые друзья, и вообще мне нравится, как все организовывают, все очень весело, и мне нравится. По словам участников, каждая встреча РДШ – это прежде всего положительные эмоции. По итогам самые активные ребята получили памятные подарки и грамоты.